Ну что ж, друзья, всем здрасте. С одной стороны начинаем, с другой стороны продолжаем нашу рпшечку. Василию в прошлой серии Агромаша позвонили и предложили новую работу, от которой он не смог отказаться, не знаю почему, на самом деле там условия может быть получше были. В любом случае перебрался он в соседнюю страну, в деревню Варваровка и сейчас он едет в офис к своему работодателю. У них встреча на 9 часов запланирована, сейчас 8.25. Не знаю, что там будет и какой-то упырь меня пнул в жопу. Э, слышишь, если у тебя тачка импортная, что ты тут себе позволяешь, не видишь, объехать не можешь что ли? Ладно, в любом случае поехали на встречу. Паркуемся и мы приехали. Кстати, мне нравится, что здесь не так сильно выделяется по размерам. Помните, как на свапе наша копейка была в три раза больше, чем он бусик, а тут как-то более-менее норм. Да, больше немножко, но ладно. Соответственно, друзья, добро пожаловать на карту Варваровка. Вот так вот она выглядит. У нас на балансе с прошлой карьеры перенеслось 119 тысяч евро. Мы продали дом, там выполнили пару контрактов, нас кинули с последним контрактом. Такое тоже было. В общем-то, тут карта имеет несколько меньше поля, чем на Агромаше, и именно поэтому я, в общем-то, и принял это предложение. Для начала нам нужно купить участок, и риэлтор при своем звонке имел в виду дом, который продавался за 40 тысяч евро 39 792. Мы его сразу же покупаем. И давайте посмотрим на цены на поля, которые здесь есть. Сразу 79... Так, 79 это мой баланс. 929 тысяч большое поле стоит, 624 поменьше. Вот эти вот поля в районе 300. В общем-то, я думаю, небольшой проблемой будет насобирать на них что-нибудь. Ну, 119 тысяч сороковое поле. В общем-то, да, можно будет что-нибудь сделать. Это не 3 миллиона, которые надо будет копить миллион лет. Также, друзья, мы будем уже играть своей техникой. У нас есть почти 80 тысяч, и поэтому можно что-нибудь себе прикупить. И коль уж мы находимся в магазине, то давайте что-нибудь прикупим. Вообще, давайте посмотрим, чем сейчас занимается колхоз, какую работу нам могут предложить. Есть еще сбор урожая, и в основном уже посев азимами идет. Поэтому, по сути дела, нам надо что-нибудь, чтобы убирать урожай, и чтобы его сеять. Посмотрим что-нибудь дешевенькое для уборки. Пока что мы можем себе позволить только Нива-эффект. В будущем потом ротора себе возьмем. Ну, а пока что вот такая вот Нива. В Украине GPS-навигация на такую старую технику стоит не 15 тысяч, как на Агромаше у нас было, а всего лишь 1500. В общем-то, давайте реально возьмем эту Ниву. Она нам пригодится. И нужна также ей жаточка. Это вот эта вот жадка шириной 4,1 метр. Хардстрим. 7 тысяч стоит, зараза. Вот блин. Ладно, берем. Также нам нужен трактор и прицеп. Если прицеп мы без проблем можем какой-нибудь прям маленький купить, он хотя бы ПТС-4. За 3200 можно взять на 11 кубов. Давайте возьмем, чтобы сразу понимать, что у нас по трактору. А трактор остается 27800. Даже не знаю, что можно за эти деньги взять. Разумеется, малый трактор будет какой-нибудь. Он Владимир из 6 косарей стоит. А вот, кстати, МТЗ-шка 18 тысяч стоит. Если честно, она мне не очень нравится. Вот это мне нравится внешне как-то больше. 81 лошадка 23500. Или вон 102 МТЗ-шку. Она поприличнее выглядит. 105 лошадей. Можно шины вон пихнуть. GPS пускай тоже будет. Блин, вот это мне нравится больше, если честно. Давайте купим, е-мое. Че уж тут. 75-400 обошлась техника. Блин, охренеть. Вот оно все стоит здесь. Можем брать и пользоваться. Я надеюсь, тут борт нормально будет себя чувствовать. То есть шнек будет по высоте его хотя бы как-то попадать. Потому что это будут проблемы. В общем-то, давайте, наверное, машину мы оставляем здесь. Единственное, только фары выключим, чтобы аккумулятор не садился. И возьмем эти два контракта. Даже три можно брать. Может быть, за день даже успеем их сделать. Почему бы и нет. И, разумеется, на своей технике поедем все это делать. А вот хрен там плавал. Тут надо лен собирать. А лен у нас другая техника. Отменяем его. Получается поле 2 и поле 36. Поле 2 у нас находится, ну, относительно близко. И оно не самое большое. Поле 36 еще меньше будет, да? Да, но еще меньше находится, если можно так выразиться, в центре города. Возить все это дело нужно будет на зерновой элеватор, который находится у нас здесь. Придется, конечно, попросить кого-нибудь перегнать с нами эту технику. Но, ладно, я думаю, это не проблема. Поехали сначала на большое, на дальнее поле. Неудобно ее здесь поставили, конечно. Вот что ни говори. Глушимся и давайте цепанем прицепчик. Во, нормально все цепанулось. В общем-то, у нас еще 4000 евро осталось. Можем немножко даже платить рабочим. И, в общем-то, погнали. Не моргай мне фарами назад, пожалуйста, задолбава. Как нам ехать на второе поле-то? Потому что я не очень ориентируюсь в этих местах пока что. В общем-то, ладно, по факту разберемся. Погнали! Итак, прибываем мы на поле. Отпускаем нашего человечка, который помог нам пригнать технику. Глушим пока комбайн, надо выставить трактор куда-нибудь. Мне нравится его звук. Ладно, давайте, в общем-то, поставим его на поле. Например... Блин, а тут деревьев много. Довольно неудобно будет работать. Давайте пока поставим его вот сюда и оставим здесь. Я думаю, на соседнем поле никто сейчас работать не будет. Оно уже вроде как даже засеяно. Или только закультивировано, да? Не, засеяно его на льном. Хорошо. В общем-то, наша задача убрать вот это поле. У нас есть для этого комбайн, который мы купили, свой собственный. Поэтому надо, в общем-то, браться за работу. Еще вспомнить бы, как GPS-ом пользоваться. Потому что я, на самом деле, не помню. Знаете, друзья, полез я и на ютубчик, и везде смотреть, как же пользоваться этой приблудой. И ни хрена не разобрался. Поэтому сегодня без GPS-ика просто едем и собираем урожайчик. Субтитры сделал DimaTorzok А знаете что? Здесь одна проходка забивает бункер. Причем одна проходка в одну сторону. Поэтому разгружаться надо будет ездить чуть ли не каждый раз. Ну ладно, поехали разгружаться. Что я уже покоцал наш комбайн. Он новенький, а уже покоцаны как не знаю что. Так, как выставить трубу-то? Твою мать, что сегодня не так? Турбаж выставляется вот на эту кнопку, она не выставляется. Или надо комбайн типа включить. Что не так сегодня? Что за день сегодня у Василия такой? Во, перезапустил игру и все нормально открылось. Отлично, хорошо. Что-то случилось не так и оно ни хрена не высыпается. Вопрос, почему? Неужели я не тот прицеп купил? Или оно опять что-то сломалось? Ах, как мне все это надоело сегодня уже. Ладно, допустим. Но у нас прицеп возит все. Что не так-то? Почему он не высыпается? Василий просто никогда еще не работал на такой технике. Ну как высыпать? Твою мать, а? Это ж не дело. Может реально просто борта очень высокие? И он типа силосный стал. Поехали поменяем борта обратно. Ну офигенно, че? В канаву свалился, в канаву свалился. Не, ребята, вы конечно извините, но... Я еще раз перезапущу игру, потому что... Не, ну трындец подкрался незаметно. Ну как так-то? Так нельзя. Так нельзя. Так, вот здесь мы обратимся к нашим механикам. Они вроде как умеют чинить технику. Там мне обещали, что они прям вообще крутые. И вмиг сделают мне из прицепа другой прицеп. А ну-ка, ребятушки, давайте-ка мне борта обратно вот такие вот поставьте. Разумеется, это стоит 0 евро, и потому что он у нас стоковый такой. Попробуем сюда высыпать, че уж там. Поехали обратно на поле. СОЛНИЕ СТОНИЕ 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 Ну что, глушимся и пробуем высыпать вот в этот прицепчик. И ни хрена, какого лешего. Хочется знать. Ну вот я хоть убейте, не вижу кнопку начать наполнение. Ладно, друзья, есть еще один вариант. Возьмем вот этот вот прицеп в аренду и посмотрим, как будет работать он. Может быть какие-то реально проблемы с самим прицепом. Отгоним пока что наш в сторону. Твою мать, вот второй раз подряд. Ну ладно, мы же с прошлого сезона запомнили, что Вася у нас очень сильный. И может вытворять вот такие вот вещи. Ну а че? В общем-то бросаем вот это вот барахло здесь и поехали возьмем арендный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что, друзья, моменты истины. Снимаем тент и давайте попробуем разгрузиться, потому что, ну, меня это уже начинает напрягать, если честно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, в этот прицеп пошло. Пошло и сразу закончилось. Что-то не так с триггерами у комбайна, я понял. Потому что вот сюда вот он не сыпет. Я понял, значит, может быть и в тот прицеп тоже залетит, если как-то правильно стать. Фишка в самом комбайне. Окей. Хорошо, глушим трактор тогда и... Блин, нам еще убирать целое поле, а мы тут целый час потратили на выяснение отношений с разгрузкой. Одну полоску всего лишь сделали. Давайте попробуем в наш прицепчик-то засыпать. Покатаемся около него. Не? Не ловит? Вообще нигде? Не, вообще нигде. Ай-яй-яй. О, сейчас сюда пошло. На центр. Я не знаю, как это работает. Ладно, поехали дальше убираться тогда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В общем-то, друзья, вот и заполнился первый прицеп. Сейчас мы съездим, отвезем и узнаем, сколько в процентном соотношении работы мы уже выполнили. Так стоять я вспомнил, что здесь канава. Блин, она здесь вообще не в тему, я про нее забываю все время. Ладно, оставим комбайн на дороге тогда. Ничего, думаю, страшного не случится. Садимся в трактор, закрываем навес, заводим двигатель и поехали, отвезем. Везти нам надо на зерновой элеватор, который находится, кстати, довольно-таки далеко. Находится, ну, ладно, поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что ж, друзья, первая партия. Так что-то тут как-то камера не очень удобна. Выспаемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 14%. Блин, ну дохрена, короче. Не знаю, как мы до конца дня успеем или нет. В общем-то, друзья, встретимся уже, когда Василий закончит работу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и что ж, друзья, у нас, наконец, нестыки убран урожай на втором поле. Меж тем, кстати, уже пол восьмого вечера. Давайте высыпем остатки, то, что у нас в комбайне осталось в тракторах. Подгоним его сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я тут уже вроде как немножко наловчился. Очень долго высыпается, очень долго шла уборка этого поля. Кстати говоря, контракт на этом поле уже давно завершен. И последний прицеп, который я высыпал, уже был излишек на 36-е поле. Нам засчитался, там тоже растет ячмень. И там уже доставка была на 22%. Но это почти целый прицеп. Поле номер 2, уборка закончена. Эту награду мы получим. А поле номер 36 мы будем убирать уже завтра. Тут 5% защиты. Ну, доставка прошла. Поле просто не убрано. Так, а сейчас нужно будет попросить еще какого-нибудь Валеру, чтобы он помог перетащить нам трактор. Мы пока что поедем домой. А, кстати, надо еще этот прицеп попробовать подцепить. Давайте-ка попробуем без этого прицепа съездить. Посмотреть, цепанется ли вот эта вот хреновина, которую мы сегодня купили, в которую ничего не грузится в наш кузов. Ни хрена не видно. Где, какой стороной. Блин, ночь темная, конечно, здесь. Потому что вроде как к тому прицепу, который мы взяли в аренду, а сзади есть крепление. И это хорошо. Отлично. Он цепляется, значит, можем отвезти на магазин и продать этот прицеп. Нахрен, который не работает, который оказался вообще так себе. Ладно, в общем-то, давайте сядем в наш комбайн. Я сказал, в комбайн. Выставляем его сюда и просим какого-нибудь валерончика следовать за нами. Если посмотреть на карту, там реально Валера сидит. Забавно, забавно. Ладно, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, с Валеру мы отпускаем. Больше его услуги нам сегодня не понадобится. Комбайн можно глушить и оставляем его на ночь здесь. Где там наш трактор? Вообще ничего не видно. Давайте-ка цепанем прицепчик, который у нас остался. Вот этот прицеп мы пока оставим себе. Коль уж он работает, то надо, чтобы какой-то рабочий был. А вот этот мы продаем. У нас из уборочной, по сути дела, сейчас осталось только одно поле. Можно будет потом продать ей комбайн. Потому что он нам не нужен. Потому что хочется этот самый ротор брать. Что-то мне Нива вообще не зашла. Особенно с триггером вот этим разгрузки. Я-то в принципе как-то более-менее приловчился это потом уже делать. Но все равно. А прицеп, друзья, сберите, пожалуйста. 500 мы его купили. И 3200 мы его продаем. А это потому, что мы расширение ставили, да? Куплено у нас оно. Ну хорошо. Все, 3200 к нам возвращается. Да и на самом деле можно получить награду за контракт на втором поле. Тоже собирать. У нас осталось 36-е поле. Но, друзья, технику эту, которая у нас уже есть, мы на ночь оставим на территории магазина. Единственное, что их как-то запаркуем нормально. Вообще ничего не видно. Кошмар. Тут у нас охраняемая стоянка, если что. В общем-то, ну, я этим пацанам вроде как пока что доверяю. Вот так вот и все. Включаем фонарик. У нас тут наша машина есть, так что все нормально. Будка какая-то. Я думаю, там охранники бдят. А вот он наш красный Жигуль. Поехали домой. Я вот да, об этом сто раз пожалею, но я решил срезать. На железную дорогу наша машина выехать не может. Тут где-то мост есть, он на карте есть. Но это только железнодорожный, да? Ладно. Мы еще в чьи-то заросли заехали. Кошмар вообще. Да, ночи темные не передать. Ладно, поехали по дороге и все будет норм. Что я машина, это очень тяжело переезжает железнодорожные переезды. Вот это мне очень не нравится. Постоянно цепляется там. Так, смештем, вот это наш домик. Давайте-ка глянем, что тут да как. Опять-таки надо включить фонарик. Вроде как двери эти... Твою мать. Да, двери открываются. Поэтому жигу загоняем во двор. Глушим и надо... Так, фонарик. Надо ворот-то закрыть. А то мало ли кто-нибудь придет ночью. Соответственно, что мы здесь имеем? Слушайте, ну домик норм такой. С отделочкой, все как надо. Нам тут обещали баньку и... Банька, видимо, вот. Но это больше на сарай, похоже. Мне кажется, где-то нас обманули. Мука. Дохренище муки. Зачем нам до хрена муки здесь? Покрышка какая-то валяется. Даже не одна. Хотя вот это больше на сарай похоже. Может реально банька хрен его знает. Ладно, потом узнаем. Колодец есть. Эва, ну че? Хреновина, чтобы сушить белье. И, конечно же, долбан. Все нормально. Только тут воняет, блин. Надо будет вызвать этих самых. Чтобы почистили все это дело. Деревце растет. А, да, кстати, еще огородик у нас тоже есть. Где можно будет выращивать что-нибудь для себя. Тут, кстати, открываются какие-нибудь двери. Я не знаю. Нет, двери тут не открываются. Тут есть такой выход. Такой вот маленький огородик. Можно будет чинить его, засеять. Может быть, когда-нибудь. Ладно. В общем-то у нас 9 часов вечера. Завтра на работу. Вася задолбался. Поэтому ложимся спадки. Спокойной ночи. Доброе утро, страна. Как у вас делишки? Нас, короче, списали за аренду прицепа 600 евро. Охренели совсем. Как так-то? Ну и за недвижимость 231 евро всего. Меня это, честно говоря, даже порадовало. В общем-то у нас висит контрактик до сих пор на 36-е поле. Поэтому поехали к магазину. И да, в свете дня здесь как-то более-менее все выглядит нормально. Рассветик такой. Нормально. Так, заводим, чтобы прогревался немножко двигатель. Пока пойдем откроем калиточку. Пустые улицы. Кстати, вот здесь вот напротив есть, я не знаю, что это. Это какой-то склад мусора на самом деле. Но здесь можно будет хранить нашу технику, если она не будет помещаться в гараже. В гараже она не будет помещаться вся. Поэтому все нормально. В общем-то выгоняем нашего Жигуля. Закрываем калиточку. И поехали к магазину на работу. Закрываем калиточку. Ну, вроде нормально стал. Не знаю, пойдет. Ну, не то, чтобы прям супер ровно. Хрен с ним. Михалыч, здорово. Я тут это самое за своей техникой. Нужно опять нанимать какого-нибудь Валерона. Давайте сразу сначала трактор поставим. Вот так вот. У нас Кеша поедет с нами. Замечательно. Ладно, без разницы. Надо посмотреть, где находится 36-е поле, кстати. Я его вообще не наблюдаю. А, нашел. Около заправочки. Вроде маленькая. Ладно, попробуем не заблудиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Пригоняем технику. Благодарим Иннокентия за то, что пригнал нам наш трактор. Он сваливает. Можно, в принципе, комбайн заглушить и оценить масштаб трагедии. На самом деле, это поле намного меньше, чем второе. И меня это, конечно, несказанно радует. Потому что второе я задолбался убирать на этом комбайне. Ладно, давайте откроем крышку на тракторе. Он у нас будет стоять здесь. И поехали убирать. Редактор субтитров А.Семкин И, в общем-то, друзья, довольно-таки интересная ситуация у нас получается. Давайте-ка запрыгнем в трактор. Соответственно, в прошлый раз я привез целый прицеп. И у меня было 95%. И здесь он 93%. Если мы сейчас целый прицеп привезем, то там уже, скорее всего, будет, ну, типа, перерасход, что ли. Поэтому нам надо как-то скинуть туда не все. Но проблема в том, что вот это убрать тоже надо. Здесь еще где-то полприцепа, судя по опыту по уборке поля. В общем-то, ладно, поехали полприцепа разгрузим где-то. Я просто не хочу терять этот урожай. То есть у меня есть подозрение, то, что на Агромаш, когда у нас украли урожай, это все дело, ну, в моде сезона. И здесь будет такая же ситуация повторяться. Поэтому надо сначала доубрать поле, завершить контракт. И тогда уже продавать остаток ячменя. Как-то так. А вот смотрите, как контракт завершен. На денежки-то нам пришли. Видимо, Агромаш. Именно там хотели нас надурить. Ну, ладно. Почти 3000. И там еще довольно-таки до хрена лежит этого самого ячменя. Еще целый комбайн. И на поле осталось. Так что поехали доубираем его. И продадим сразу же. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, друзья, вот и закончилась уборка 36 поля Комбайн мы сейчас этот продадим, нахрен, прицеп тоже сдадим Кстати, уборка была не так быстра, как я ожидал Потому что поле находится немножко под углом и под горку Комбайн ехал всего лишь пятеру, это очень медленно Так что как-то вот так вот все Иссыпается, конечно, очень долго В общем-то, нахрен этот комбайн На следующий сезон возьмем себе этого ротора какого-нибудь Или может гомсельмаш какого-то Посмотрим, в общем-то Ура! Высыпался Давайте трактор, в общем-то, тогда цепляем сзади На фоллоу миг, как обычно И Кеша у нас в очередной раз, в общем-то, поедет сзади Хорошо, погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Ага, не пролазит сюда комбайн, ладно Гоним чуть-чуть назад и подождем, в общем-то Все, комбайн, стой здесь Вроде как не должен он сильно мешать движению Мы поехали разгрузим остаток ячменя Сразу же все это дело продаем и покапали нам бабосики Бабосики это круто, бабосики я люблю Две пятьсот еще, отлично Плюс также заканчиваем контракт Еще две триста мы получаем У кого они? Эээээй! Ладно, все, на сегодня контракты закончились Да, все-таки комбайн мешает, ну ладно Ничего страшного Валерон сейчас повезет наш трактор сзади А мы поехали Давайте только назад сначала сдадим, чтобы Трафик проехал, а то пробка уже собралась ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, Валеру отпускаем и не на ту кнопку нажал В общем-то, все, забирайте это ваше барахло Стоимость 39 тысяч там А за сколько мы его взяли? Мы его взяли за 40 лет, почти ничего не потеряли Отлично Можно его перекрасить за две с половиной тысячи И это ничего не изменится в его стоимости То есть, ну, дороже он все равно не станет Жадко 6600, отлично Все, мне не нравится, в общем-то, это дело Прицеп, кстати, тоже возвращаем Спасибо за услуги А трактор тогда поехали на базу Вообще, конечно, лучше наоборот Ехать на более медленной технике Поэтому давайте-ка мы поедем на тракторе А какой-нибудь Валера повезет нашу копейку Заводим ее Цепляем, да, у Валерчик повезет Отлично И на тракторе поехали Так, Валера все-таки вписался, да? Да, Валерка вписался Нехорошо получилось А что это Валера женщина? Ладно, так иногда бывает Иногда Валера женщины Поэтому и вписался Сейчас у нас Варвара И это мужик Отлично, зажибись Всю жизнь об этом мечтал Ладно, погнали Валера женщина Ну что, Валерку отпускаем? Варвару Не знаю, кто там сидел Неважно Я вот тут немножко призадумался Что машина-то нам теперь Толком-то и не нужна Да? Ладно, мы ее пока что парканем в гараж Может быть ее даже туда дальше Во двор прям завести Я просто пока слабо себе представляю Зачем она нам нужна Мы теперь можем на тракторе рассекать Хотя на машине так-то быстрее Ну ладно Все, пускай стоит здесь На сегодняшний день Трактор тоже можно сюда поставить Только я застрял Все Пока у нас тут особо много техники нету Можно все хранить Прямо во дворе Глушимся И закрываем гараж Пять часов вечера Рабочий день закончен Можно пойти, кстати, и баньку истопить И прям все будет в огне Как-то так На этом, друзья, будем заканчивать Конечно же, продолжение зависит от вашей активности Поэтому, кто его ждет, не забываем влепить лойсик Что-то как-то под последней серией Агромаша вообще все плохо Пишите ваши комментарии по поводу нашего развития Если следующая серия выйдет То, опять-таки, пока что какие-то контрактики будем брать Купим себе сейлку, наверное И будем сеять овес Поле номер 10 Вот оно Блин, здоровая зараза Там хотя бы просто с сейлкой катаешься Да и все Правда, семена нужны Ну ладно В общем-то вы и так знаете, что там делать надо будет На этом, друзья, я с вами прощаюсь Кто еще не подписан Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Пишите ваши комментарии Всем, друзья, спасибо за просмотр С вами был Никита Дилай Всем всего доброго Пока-пока